Из Чувашии до Москвы со скоростью гоночного болида. Уже через пять лет это станет возможным. В 2018 году сразу несколько регионов свяжет высокоскоростная магистраль. Проект грандиозный. Железную дорогу придется прокладывать через леса, населенные пункты и даже реки. Как построить новую трассу, специалисты обсуждали накануне на техническом совете. Сегодня начались общественные слушания. Чтобы притворить в жизнь самые смелые планы, необходимо решить немало вопросов. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Планы пока расписаны только на бумаге, но уже в следующем году начнется грандиозная стройка. Протяженность новой магистрали от Москвы до Екатеринбурга составит более полутора тысяч километров. Но преодолеть это расстояние будет возможно за восемь часов. Авторы проекта ориентируются только на зарубежный опыт. Сейчас в мире проложено более 17 тысяч километров высокоскоростных трасс. По магистралям в регионы должны примчаться и крупные инвестиционные проекты. Но это не единственные плюсы. Снижение себестоимости перевозок и повышение их качества за счет разделения линий пассажирского и грузового движения. Это обеспечит рост пропускных способностей в высокозагруженных направлениях. Как известно на сегодняшний день, что одна пара пассажирских поездов ведет к съему трех пар грузовых поездов. Это огромные суммы инвестиций именно в Ядренский район, потому что несколько мостов будет, огромный мост через Суру, потом река Выла и так далее. Направление Москва и Екатеринбург перспективные, отмечают эксперты. Пассажиропоток превышает 15 миллионов человек в год. Проекту уже дан зеленый свет. У его разработчиков все карты на руках. Магистраль должна пройти по территории четырех муниципалитетов. На пути скоростных поездов возведут новый мост через Волгу. Его расстояние составит 5 километров. Красная линия на этой карте уже утвержденный маршрут для высокоскоростной магистрали. Этот проект выбрали из 50 возможных вариантов. В этом случае железная дорога будет проходить южнее столицы республики. Но в отличие от зеленой ветки, она не затронет особо охраняемую природную территорию. И первый, и второй вариант пока не утверждены окончательно. Проектировщики принимают предложение. Останавливаться сапсаны будут не в Чебоксарах, а в Кугесях. Это самый оптимальный и экономичный вариант. Столицы других регионов от своих станций отдалены. И к ним необходимо прокладывать автодороги. Проблемы возникнут на стадии строительства. Работы могут навредить окружающей среде. Вредные выбросы воздуха, водоемы, угроза популяции животных. Чтобы свести негативные последствия на нет, проводятся расчеты. Мы учитывали, что довольно сложные условия рельефа. И склонность, так сказать, к развитию овраженной сети. Она живая здесь. И, соответственно, разные типы почв по-разному реагируют на воздействие. Правда, в отличие от соседнего Татарстана, Чувашская магистраль не встретит на своем пути заповедников и ценных месторождений. Оберегать людей от шума будут специальные панели. Подобные звукоизоляционные блоки неподалеку от скоростных трасс устанавливают и за рубежом. Но новая дорога для сапсанов может попасть и в границы жилых зон. Хозяевам сносимых построек обещают выплате и компенсации. Этот вопрос уже продуман. Когда мы приступим к разработке проектной документации или изыскании на первой стадии, мы параллельно будем разрабатывать проект планировки территории и проект межевания. И вот на этой стадии с каждым владельцем уже начнутся разговоры, встречи, если он попадает как раз в полосу отвода. Установлены жесткие сроки. Магистраль должна быть возведена до чемпионата мира по футболу. Общественные слушания не последние. Их планируют провести и в других муниципалитетах. Мы работу в рамках обоснования инвестиций продолжаем. Эти слушания являются предварительными. К тому же вопросу по оценке воздействия окружающей среды мы вернемся на стадии разработки проектной документации. Предложения учитываются и берутся на карандаш. Возможно, что будущий проект, в отличие от нынешних планов, претерпит изменения. Дмитрий Ковалев и Евгений Анисимов. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова